Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Бетштилионе 25 тонн. Очень интересное, грамотное сражение, а конец вообще удивил. Так что рекомендую досмотреть до конца. В какие-то моменты бой, может быть, не будет столь динамичным, но обещаю вам, что в целом, если посмотрите данное сражение, у вас картина данного сражения будет великолепной. Так что давайте смотреть. Вначале игрок занял такую вот позицию. В принципе, правильная позиция для просвечивания центра. В принципе, у Батчата замечательная маскировка, поэтому он может этим пользоваться. У него небольшой калибр, то есть при выстреле он не прям так уж светится, хотя, конечно, смотря кто рядом, то есть если какая-то ЛТ-шка зрячая или СТ-шка, то могут и засветить. Но пока что все спокойно. То есть игрок один выстрел сделал, немножечко посветил. И давайте разберем, соответственно, тактику данного боя. То есть как стоит действовать на этой карте. Есть два варианта поехать в А2. И там бодаться со всякими противниками в упор. Маневра там будет минимум. Там придется в лобовую сталкиваться, терять ХП. Такая тактика работает, когда несколько слаженных таких вот танков, то да, можно продавить. Ну, а так, в принципе, можно встать в квадрате А6, А7. Это больше для ПТ-шек, для каких-то картонных танков, которые издалека хорошо умеют настреливать. Игрок же выбрал такой компромиссный вариант. Пока что он не очень углубляется вперед, но и не старается, соответственно, там сидеть совсем уж вдалеке. То есть не думайте, что эта позиция прям совсем на аршиве где-то. Хотя так может показаться. На самом деле, все-таки, тут можно хорошо просвечивать с этой позиции. Да, в данном случае светит большая елка, которая встала впереди и правильно сделала. Тем самым, в принципе, она обеспечивает дополнительную разведку. И по ее засвету можно хорошо настреливать. Игрок уже настрелил 1500 урона. И, в принципе, это хорошая такая тактика. И дальше уже можно продвигаться вниз, когда будет такая возможность. Там тоже есть кусты, но туда нужно ехать только в случае, если вы уверены, что в этом смысл есть. И, друзья, давайте подведем итог прошлого розыгрыша. Вы можете выиграть золото. Для этого просто напишите комментарий и укажите свой игровой ник. Тем самым вы будете участвовать в розыгрыше голды и сможете, соответственно, выиграть бесплатно золото в конце месяца. Итак, давайте же поиграем на сайте vodkit.com. Немножечко расслабимся и попробуем выиграть какой-нибудь ценный приз. Напоминаю вам, что промокод SUPER777 на сайте, который дает бонус 15% при пополнении. Итак, FV-4202 выпала. СТ-шечка премиумная. Замечательно, в принципе. Но я даже не рассчитывал, если честно, на такую удачу. Но посмотрим, что дальше будет падать. 100 золота падает. Также есть другие прям танки всякие. Может быть, какой-то из них выпадет сейчас. Так, первый кейс падает 50 золота. Ну, что-то мне это не очень нравится. Я думаю, на этом закончу, потому что уже выиграл прям танк. Я думаю, на сегодня хватит. Не забывайте промокод SUPER777, который дает бонус при пополнении. Итак, возвращаемся к нашему бою. В общем-то, все тут неизменно пока что. Да, есть некоторое такое стоялово. Вы можете видеть также по миникарте, что идет столкновение союзных тяжей. Ну, всякой тяжелой, короче, техники. Там может быть СТ-шки, если не знаю. В городе. Но пока что там вроде как все ровно. То есть нету у какой-то из сторон явного преимущества. Пока что все играют более-менее аккуратно. И как бы пока нету у какой-то из команд явного преимущества. Ну, а игрок, в общем-то, пока что пытается настреливать издалека. Батчат, конечно, не самый снайперский танк, мягко скажем. То есть у него снаряды порой летят непонятно куда. Но опять-таки зависит от удачи тоже. Но все-таки при удачном раскладе есть там противник где-то бортом едет. Там в борт хорошо снаряды вылетают. Так еще и с хорошей переодичностью. То есть, в принципе, если Батчата свой барабан разрядят в 5 снарядов, то урон будет здоров. Итак, игрок решает все-таки сменить позицию. Наконец-таки занимает другие кусты. Динамика по нарастающей в этом бою идет. То есть сначала очень спокойно. Все потом все более драматично и очень зрелищно. Итак, отсюда получше видно противников, как вы можете видеть. Ну, конечно, еще стоит отметить, что игрок занял эту позицию, потому что елка сгинула, к сожалению. Поэтому нужно кому-то отсюда светить. В любом случае, потому что без света противники могут очень близко подъехать к уступку. Там, к холму, короче. Засветить всех, кто там в кустах сидит. И уже, как правило, в таких ситуациях быстро стремительно продавливается это направление. Поэтому, конечно, свет на этой карте в центре очень важен. Да, кто-то скажет, блин, да он сидит, пока его союзников разбирают. Вон пантера, бедная гибнет. Там кобра поехала, которая, правда, стояла в пол боя. Ну, а сейчас поехала. Но в данном случае я считаю, что такая тактика более эффективна. То есть ехать в то направление стоит только если взводом. Или если видно, что много танков сильных, то можно пробовать прям напором продавить. Но явно сил продавить направления там не было. И поэтому игрок грамотно, на самом деле, действовал, принял решение правильное. То есть стрелять издалека, грубо говоря, ну, плюс светить тоже. Он все-таки не просто тут так находится. Вот засветил ПТ-шку, которая ехала вперед. Ну, в общем, она как-то совсем небрежно. А вот еще один ПТ-от ИСУ-122-2. Это, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, двухорудильная ПТ-САУ. Тут сзади подъезжает шар Футюр-4. Игрок его уничтожает очень быстро. Даже сам испугался, наверное. Дает плюху по ПТ-шке. Больше по ней не получается стреляться. Прячется наш герой под мост. Потому что, ну, в принципе, могут тут простреливать противники с некоторых направлений. Под мостом еще более-менее безопасно. Арты в этом бою вообще нету. Она отсутствует. Как ни странно. Итак, три снаряда в барабане у игрока. Кто-то там катается впереди, выезжает в Центурион. Но не получается по нему отстреляться. Слишком быстро он уехал. Видно, что противники, короче, продавили город. И ситуация явно, ну, как бы, выходит из-под контроля. То есть, тут нужно, очевидно, тащить это на себе. Потому что иного способа как-то тут выиграть уже нету. То есть, тут только жесткое тащило. Потому что, ну, видите, какие танки. Это не какие-то там восьмерки, девятки. Ну, хотя они тоже присутствуют. Но, как бы, есть десятки очень сильно. Есть девятки. И, в общем, тут ситуация такова, что практически кажется, что шансов и нету. Ну, обычно так игроки думают. Блин, смотрят на вражескую команду. Там шесть танков. Ну, а игрок, соответственно, не из робких. Смелый он и скилловый. Поэтому просто так он сдаваться не будет. Решил он тут проверить вражескую территорию. Где раньше были противники. Естественно, тут уже никого нету. Вдалеке засвечивается шарфутер. Получается по нему отстреляться. Также тут у нас 60 ТП Ливандовского проезжает мимо в борт. Получилось неплохо ему накидать. И потом игрок совершает тут некоторый маневр. Начинает перезаряжаться. И, соответственно, нужно каким-то образом сейчас это вытаскивать. Остается игрок один против пяти танков. Посмотрите, какая толпа. И посмотрите, у некоторых танков даже фулл-хп. У виперы там фулл-хп. Это, как здесь, некоторые, да, практически шотные. Вот Центреон с небольшим количеством хп. Игрок пытается его добрать. И получается это сделать. После чего, конечно, он стремительно ретируется. Потому что, ну, очевидно, что получать от этих танков не стоит. Игрок отсвечивается. Все подождал он. Засвечивается тут паттон шотный. В первую очередь в таких ситуациях что нужно делать? Да, правильно, конечно же, уничтожить шотные танки. Которые вполне боеспособны. И очень даже опасны. И игрок, конечно же, забирает паттона. После чего уходит на перезарядку. Тут, конечно, у бача-то преимущество скорости. Если, ну, вот, смотреть на вражескую команду, там, в основном, ну, не быстрая техника. Поэтому скорость, маскировка, а также эффект неожиданности тут играет роль. Ни в коем случае ставить перестреливаться, там, с тяжами не стоит в упор. Это самая такая большая ошибка. Противник какой-то берет базу. И тут игроку становится ясно, что, ну, в любом случае базу нужно защищать, сбивать ее. Потому что иначе противники, там, через минуту выиграют. Поэтому наш герой едет сбивать захват. Он понял уже, что противники, ну, так разъехались. То есть, каждый сам по себе катается. И это просто замечательно для бача-то. Потому что он может воспользоваться своим барабаном, своей скоростью. Да, Випера тоже внизу. 60ТП придется тоже внизу. И, соответственно, у игрока появляется возможность добрать Шкоду Т56. Ну, очень, конечно, неприятно от нее было получать. Но по-другому никак, к сожалению. Игрок добирает Шкоду. Хоть и получает от нее, но зато все-таки ликвидирует противника. Ликвидирует того, кто захватывал базу. И остается два врага. Но все равно, в общем-то, не очень-то это все выглядит хорошо. То есть, шансы уже повыше выиграть. Но, сами понимаете, два опасных противника. И, конечно, игрок понимает, что сейчас враги немножечко разъялены. То есть, они разозвлены. Они понимают, что сейчас нужно догнать этого бача-то покарать за его содеянные. Но для бача-то это просто замечательно. Потому что он спокойненько подсвечивает Виперу. Дает по ней две плюхи. Противник успевает уйти за ангар. Игрок решает, соответственно, подъехать к Випере. Будет он перезаряжать барабан или нет. Два снаряда, в принципе, может хватить. Но там еще может быть и 60 ТП. Но игрок решает не перезаряжаться. Я вообще вот заметил, что он в основном достреливает снаряды. В барабане не любит он перезаряжаться лишний раз. Итак, вот она Випера. И все-таки, да, повезло. Все два снаряда полетели туда, куда нужно. Остается две минуты до конца боя. И тяжелый танк, который, в принципе, может с одного выстрела уничтожить нашего батчата. То есть у него вполне альфы хватает для этого. У него только одно орудие. Крупнокалиберное с уроном 750. Ну, при более-менее удачном выстреле, если там урон будет чуть больше среднего, батчатик наш отправится в ангар. Поэтому лучше от него все-таки снаряд не ловить. К тому же он, может, еще и фугас зарядил. Тогда точно, если пробьет, добьет батчата. Итак, нужно решать. Ехать уже никуда не получится, потому что времени нет. Игрок понимает, что у противника преимущество в ближнем бою. И дает ему плюху. После чего начинает крутить неприятеля. Тот не успевает довернуть. И, аллилуйя, это победа. Грамотно, конечно, игрок закрутил тяжика и победил. Медаль Колобанова. Очень крутой бой. Мне очень понравился. Надеюсь, и вам тоже. Спасибо, что смотрели. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok